друзья всем привет меня зовут павел филиппов и сегодня я хочу вам объявить о продлении акции спасибо вы знаете что акция спасибо эта акция в рамках которой каждый инвестор может найти себе какое-то привлекательное условие для инвестиций эта акция действительно подходит всем и главная цель этой акции привлечь дополнительное финансирование для выполнения ряда работ до наступления холодного времени года потому что некоторые работы конечно возможно выполнить только сейчас пока тепло и был решено привлечь дополнительное финансирование сумма объявленная в рамках этой акции который мы планировали привлечь 4 миллиона долларов и мы сразу говорили что либо мы закончим акцию когда подойдет срок действия акции это у нас 15 августа или же до момента сбора всей необходимой суммы сейчас одно из условий происходит да это 15 августа срок действия акции подходит концу но при этом вы сами можете видеть темпы привлечения инвестиций в рамках этой акции сейчас денег в проект приходит более чем в два раза больше чем в обычный месяц это говорит о том что акция действительно имела очень большой успех большому количеству людей она понравилась люди ею воспользовались с другой стороны акция достигла ряда целей которая перед ней стояла поскольку благодаря этому дополнительному финансированию были выполнены работы в ускоренном порядке на строительной площадке что снова нас приблизило к нашим целям в завершении строительства предприятия совалмаш и видя такой большой интерес к акции видя что большое количество людей просят о том чтобы продлить ее с другой стороны понимая что в принципе время у нас еще есть зима у нас через несколько месяцев мы приняли решение продлить эту акцию для того чтобы привлечь всю сумму которую мы планировали привлечь изначально эта акция будет продлена до 15 сентября включительно и уже 16 сентября и напомню у нас будет конференция в москве на которой мы все с вами подведем итоги этой акции при этом итоги можно подвести уже сейчас и прямо сейчас я бы хотел передать слово александру судареву который снял для вас репортаж где он расскажет какие работы были выполнены благодаря пришедшим по акции средствам и что планируется сделать в ближайшее время благодаря повышенному притоку инвестиций в будущем благодаря этой акции давайте посмотрим ну а теперь включение с площадки совалмаш что здесь происходит на самом деле за пройденный месяц было выполнено достаточно большое количество работ мы с вами можем наблюдать здесь и асфальт и бордюрный камень который был ранее установлен и сейчас в текущий момент времени продолжается установка бордюрного камня вдоль периметра всей дороги уже не временный а который станет максимально постоянной если можно так выразиться также мы с вами наблюдаем что на вот этом сформированном плацу сейчас уже складываются строительные материалы которые фактически с колес идут в работу для того чтобы осуществлять монтаж инженерных сетей внутри здания поэтому давайте мы сейчас с вами сделаем следующим образом пройдем по всему периметру и посмотрим какие работы были выполнены и что нам еще предстоит вот здесь мы с вами также видим что полностью был демонтирован забор временный значит также проложены коммуникации под установку осветительных столбов также мы можем наблюдать что в той части уже проложены все коммуникации которые будут снабжать электричеством наше здание и все это под землей уже подведено к трансформаторной группе к четырем нашим трансформатором здесь еще предстоит достаточно большое количество работ нам нужно будет залить еще дополнительные слои асфальта то есть показали только первый слой все канализационные люки ливневки и так далее должны выходить вот в нулевую скажем так отметку с асфальтом мы с вами видим то что достаточно большое количество грунта свалено сбоку всю эту землю нужно будет срезать вывозить лишнюю производить обратную засыпку и восстанавливать растительный слой то есть газоны и и вообще в целом как бы да еще предстоит заняться ландшафтным дизайном вот здесь мы можем наблюдать что люки еще скажем так не покрыты финальным слоем асфальтом сейчас вот можно увидеть ребята как раз таки вот и осуществляют монтаж бордюрного камня делают это достаточно быстро и нужно сейчас успеть для того чтобы дальше когда на днях придут фуры с асфальтом продолжить его укладку при этом мы сейчас с вами все еще идем по асфальту надо отметить что с прошлых наших вообще включений на канале мы уже как бы получили укладку асфальта и в этой части здания и сейчас вот если мы сейчас с вами с операторами развернемся давайте наверно прям вот так вот вот я сюда зайду смотрите вот вот эту всю дорогу предстоит закатать асфальтом сейчас дошли до этой отметки пока встали делаем бордюрный камень и на въездной группе сейчас срезаются остатки плит временной дороги делается специальный уклон а также укладывается геотекстиль щебень все так же по отработанной схеме и это нам позволит уже выйти в нужный уровень для также укладки нужного количества асфальта вот здесь совсем недавно до акции проводимый solar group мы видели как раз что все было раскопано до час уже лежит асфальт как я же говорил коммуникации заведены в здание здесь все отлично здесь как раз таки находится 4 наших трансформатора но вот с этой стороны вы видите как раз таки коммуникации которые будут также заведены все это предстоит облагородить поэтому на самом деле вот я смотрю работы непочатый край и конечно же на все на это нужны средства оператора аккуратно там люк не так бывает у нас да вот давайте мы наверное переместимся в другую часть здания и там уже продолжим главный вход в здание здесь тоже образовался некий плац до начала мероприятия котором мы с вами сегодня говорим здесь была земля исключительно сейчас здесь вырыт был огромный котлован может быть ребята подставят кадры была также признать обратная отсыпка песком щебнем сейчас на нем стоим и вот здесь уже территория готова под принятие асфальта при этом также здесь установлены необходимую коммуникации ты и ливневые коммуникации и люки для установки телеметрии то есть вот все это было сделано и это в свою очередь позволит нам уже скажем закатать всю эту территорию для того чтобы получить благородный вид но и перейти к следующим работам при этом вот эта дорога она скажем знаменует как раз таки то что мы очень продвинулись в работе с инженерными сетями внешними именно то есть мы уже их большую часть закончили осталось совсем немного при этом также стоит отметить что по этой дороге фуры и вообще строительная техника смогут беспрепятственно получать доступ ко всем участкам площадки и также продолжить ряд работ пойдемте дальше здесь мы с вами выходим в то что опять же вот остаются площади где предстоит еще поработать с инженеркой то есть вот здесь временный склад труб под ливневой коммуникации так далее под холодное водоснабжение мы с вами видим что также уже я текстиль раскладывается все это будет тоже выводиться в ноль и соответственно все эти люки также будут уже покрыты асфальтом кстати говоря на этом площадке будет парковка и вот здесь что еще хотелось бы отметить теплотрасса во первых мы видим то что также частично демонтирован забор временный он уже не вернется на свое место здесь уже будет вставать забор постоянный сейчас тоже работаем над заказом его а вот здесь как раз таки шла линия теплотрассы к т.п. которая тоже уже подключена соединена дальше была произведена вот это обратная засыпка уже там где необходимо было засыпан поверх песка растительный слой земли для того чтобы восстанавливать зеленые территории и дальше если мы с вами пройдем то мы увидим что осталось покрыть совсем небольшой слой участок теплотрассы доделывается герметизация до гидроизоляция осталось совсем немного то есть уже в ближайшие дни эта часть будет закончена сейчас нам нужно обязательно вырыть здесь еще одну траншею для того чтобы проложить трубы холодного водоснабжения и завести его в здание с той стороны трубы уже были закончены и подвинены к участку пожарной безопасности мы сейчас внутрь зайдем и посмотрим что там происходит но а здесь же нам предстоит тоже раскопать достаточно большой котлован глубиной в районе 6 метров для того чтобы загнать туда специальную машину бур специальный бур для того чтобы осуществить прокол для подключения всей системы ливневой коммуникации к колодцам которые находятся за пределами не только нашей строительной площадке но и на той стороне дороги поэтому вот эту работу еще предстоит сделать и на этом работа с внешними инженерными сетями если не считать линии электричество под столпы столбы осветительные и видеокамеры будет полностью завершена а теперь давайте мы с вами переместимся в здание и посмотрим что же происходит там сейчас мы зашли с вами в корпус а быка мы с вами видим то что здесь готовится уже под финальную отделку под чистовую отделку комната диспетчеризации уже заведены все необходимые коммуникации как раз таки от них идет сейчас интернет и скажем так уже некоторое количество видеокамер внутреннего видеонаблюдения также смонтированы здесь уже уложена плитка она накрыта панелями для того чтобы не повредилась идет подготовка стен под покраску и в целом вот весь первый этаж а быка сейчас готовится под покраску ну где-то будет покраска где-то будут установлены специальные декоративные плиты то есть все это дело уже скажем так на финальной стадии работы эти про авансированы они достаточно объемные дорогостоящие поэтому скажем вот поступление средств для произведения дальнейших работ они конечно же необходимы также мы с вами уже идем по стяжке пола финальной она также была выполнена кстати говоря помещения гостиничного комплекса для инженеров которые будут нас посещать и вот скажем вот эти все работы уже идут полным ходом также стоит отметить что помимо работ над а быка первым этажом идутся работы и над вторым и над третьим там уже также везде проложены коммуникации под установку отопительных систем как радиаторов так и сами распределяющие узлы и уже проложена вся электрика также ведется подготовка под покраску и под стяжку полом а теперь мы зашли с вами в центральную нашу галерею производственной линии что здесь изменилось во первых вот сразу короба вентиляции были завезены это говорит о том что системы вентилирования уже в ближайшее время будут подвергнуты монтажу также если мы сможем задрать камеру наверх и показать что у нас происходит под потолком то здесь мы видим полностью смонтированные трубы для системы пожаротушения то есть это автоматическая система и большая часть уже вот как видите находится на своих законных местах и кстати вот пекинистка которая сейчас вот под потолком она и нужна для того чтобы осуществлять обварку и крепеж этих всех систем дальше мы с вами сейчас зайдем помещение нашей производственной линии здесь мы с вами видим что мы видим алексея который работает мы видим то что стена лестничного марша также сейчас с ней выполняется финальная отделка она уже была отштукатурена зашпаклевана сегодня ребята вот скажем так простыми словами подмазали некоторые места и уже скоро она будет покрашена также мы с вами наблюдаем то что были закуплено оборудование вот новое стоит новому демонстрировали в линиях до станок по загибочные для того чтобы загибать прошу прощения не по загибочный это станок для распуска пазовой изоляции для двигателей и дальше уже он будет как раз таки в других станках идти дальше он ведутся работы можно наблюдать евгений дуйнов занимается наладкой пусконаладкой производственной линии вот не будем им мешать сейчас мы с вами переходим как раз таки вот в помещение которое граничит с нашей испытательной лаборатории и попадаем в узел насоса где будет пожаротушение как раз таки не упадите пожалуйста в тот приемок давайте поменяемся местами вот здесь мы с вами видим насосную группу и вот здесь будет запитываться как раз таки вся вот эта система для автоматической системы для системы да то есть насосная группа который будет гонять в воду в всех наших трубах и случае возникновения пожара все это дело будет не скажем успешно купирована и пожар будет прекращен он там находится приемок как раз ты где осуществлен ввод холодной воды и из этой области он будет подсоединен трубами вот эти вот грандиозные конструкции и уже будет циркулировать по системе система достаточно дорогостоящая к ней огромное количество требований которые предъявляются надзорными органами но вот тем не менее мы сейчас завершаем не завершаем еще но в процессе и и монтажа пойдемте дальше вот по своим попали на лазерный участок как раз да он в открытой галерее находится алексей который занимается лазером стоит уже три лазера да алексей на сколько совершенно верно три лазера и планируется еще установка дополнительных лазер дополнительно менее мощные открытого типа лазерное оборудование для нарезки непосредственно пластин для статора ротора спасибо не будем мешать алексею дальше пойдемте то есть вы должны понимать что помимо работы с инженерными сетями строительных работ отделочных работ нам необходимо укомплектовываться нужным количеством оборудования и это тоже требует определенных затрат определенных инвестиций ну а также с вами наблюдаем закупленные строительные материалы это под укладку плитки также была закуплена плитка вон она стоит эта плитка и на лестничные марши и на АБК два вида плитки где-то керамогранит где-то панели в общем все это потихоньку начинает обретать свои формы также продолжаются работы по формированию ликейного участка их достаточно много мы подробнее об этом уже поговорим в других видеороликах потому что этот получается достаточно длинный все-таки мы с вами ограничено временем но и не могу не ответить вот опять же работа с инженерными сетями да это вот индивидуальный тепловой пункт сейчас происходит обварка ребята формируют все подключения потом пойдет автоматизация гребенки уже установлены выводы вот в стенах каналы вот так же трубы поэтому не будем им сильно сейчас мешать сами можете видеть достаточно большое количество сотрудников задействовано над этими вопросами и ну вот все достаточно серьезно прям здесь варятся компенсаторы соединяются трубы ведутся дополнительные расчеты скажем совмещается то что написано в проектной документации с суровыми реалиями вносятся местами корректировки и на выходе мы получим уже готовый конкретный продукт который можно будет брать и мультиплицировать ну и опять же не забывайте что все это здание возводится первый раз вообще в мире в жизни до строителями и ранее подобных проектов просто не существовало то есть это уникальная объект строительства который в дальнейшем позволит нам с вами заниматься теми вещами о которых вообще упоминалось при создании этого проекта совал маш ну на этом у меня наверное все по части того что сделано и что предстоит сделать вы сами видите что работ действительно много то что еще мы не ушли из земли нам еще работать над укомплектованием оборудованием нам еще работать над отделочными работами обязательно нужно будет заняться конечно же и третьим этажом и полами и плиткой и всем 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 так что вот я думаю нужно понимать чем все же будут темпы есть поступление инвестиций выше тем быстрее мы сможем подойти к моменту уже сдачи объекта государственной комиссии но так же я бы хотел здесь обязательно прокомментировать что в прошлых наших видеороликах мы давали как правило такую более темную картинку более скажем такие земляные до землеройные работы то есть больше было вот чего-то такого что еще нельзя назвать финальной частью финишной прямой но сейчас мы с вами видим что большая часть подобных работ уже выполнена и для того чтобы нам войти в зиму с своим отоплением с своими коммуникациями электроснабжением осталось совсем немного на самом деле но и времени осталось также немного поэтому если все сложится благоприятно а команда сова ломаш команда solar group вообще команда все задействованные команды на создание этого проекта стараются сделать так чтобы зиму мы вошли максимально подготовленными и максимально сократили сроки сдачи объекта спасибо за внимание и до новых встреч ну что друзья вы сами видите что акция действительно сильно помогла текущим строительным работам она ускорила строительные работы и все это сделано благодаря вам благодаря вашей поддержке именно поэтому это акции называется спасибо потому что эта акция выгодно всем и а и вам как инвесторам потому что вы можете увеличить свою инвестицию на максимально выгодных условий либо сделать ее впервые для новичков тоже есть отличные условия с другой стороны она помогает проекту ускорить строительные работы и завершить все работы запланированы на теплое время года вовремя подробные условия акции вы можете прочитать на специальной странице в личном кабинете там вы можете увидеть те предложения что подходит именно вам также дополнительно те предложения что подходят именно вам расположены на главной странице вашего личного кабинета ну и конечно рекомендую вам ознакомиться со всеми условиями потому что возможно какой то из условий лично вам не подходит но возможно она подойдет вашему знакомому Который не следит за новостями так активно, как вы И вы сможете сообщить ему о тех возможностях, что есть сейчас в проекте Друзья, поддержите проект на текущей завершающей стадии Сейчас у вас есть наилучшая возможность выгодно проинвестировать в проект Перед скорым завершением строительных работ и завершением финансирования проекта двигателя Дуйнова Итучайте условия в личном кабинете, следите за счетчиком, который показывает, сколько срез приходит в рамках акций И инвестируйте вместе в компании Solar Group Всем пока!